закрытие иглой полой резинки первое правило которое я всегда использую это начинаем закрывать из изнаночной петли я тут нитку не отрывала так как это образец у меня тут было уже то есть у вас на левой спицы должна быть изнаночная петля первое второе все манипуляции на петь на спицах делаем по правой стенке петель даже если у вас петли развернуты вот так вы все равно манипуляции делаете по правой стеночки вот эти два правила то есть что мы делаем первое вводим вот так вот от себя иглу так так мы сейчас уберем чтобы было имитация что нитка у нас теперь вот здесь вот у нас с вами есть петля вот она мы берем ее левую стеночку в данном случае левую я вам сейчас расскажу почему когда у вас будет круговое вязание вы поймете потому что эта петля она будет у нас спущенной левую протянули теперь справа налево лицевую петлю и справа налево все по правой стеночки изнаночную теперь снимаем все это не бойтесь снимайте все будет хорошо дальше опять изнаночную петлю слева направо по правой стеночки теперь вот видите она нас лежит теперь левой стеночкой лицевую петлю с правой стороны от изнаночной и тут же берем лицевую петлю слева стороны от изнаночной справа налево и изнаночную петлю опять все по правой стеночки пока они у нас лежат на спице теперь мы снимаем теперь слева направо опять правую стеночку изнаночной и теперь левую стеночку лицевой которую мы сняли и правую стеночку лицевой которая у нас на спице и опять правую стеночку изнаночной и вот смотрите какой у нас с вами край получается то есть абсолютно ровный никаких перемычек и всего остального вот и все то есть первое правило начинаем с изнаночной петли то есть слева направо и все манипуляции только на правых стенках петель которые на спицах